Рад приветствовать на канале Телеграмер! В одном из предыдущих видео я рассказал о всех способах заработка в Телеграме. Если вдруг ты пропустил этот ролик, советую ознакомиться с ним. Ссылочку оставлю в углу экрана. А сегодня хотелось бы углубиться в тему заработка на каналах в Телеграме. Я отвечу на вопрос о том, какой канал лучше создать, какие темы сейчас более интересны, и как начать монетизировать свое хобби. А в конце этого ролика я расскажу, сколько в итоге можешь заработать ты, проделав для этого некоторые действия и приложив усилия. А теперь поехали! Прежде всего стоит отметить, что многие из тех, кто создал каналы в Телеграме, склоняются к тому, что сейчас в мессенджере можно зарабатывать намного больше, чем, например, на пабликах в ВК. Насколько это является обоснованной информацией, неизвестно, но почва для раздумий у вас теперь есть. Начнем с того, что все Телеграм-каналы делятся на две категории. Первая категория – это кликбейтные каналы. Вторая – открытые каналы, которые рекламируются прямым обычным постом. В чем их разница? Кликбейтные каналы – это каналы, которые сначала требуют от пользователя подписаться каким-нибудь шокпостом или загадкой, и только потом юзеру будет доступен к просмотру сам канал. В свою очередь, рекламные посты кликбейтных каналов делятся на три вида. Первый вид – рекламные посты-загадки. Обычно такие рекламные посты используют познавательные каналы вроде «Невероятных фактов» и тому подобное. Здесь есть некоторые нюансы. Человек, который подписывается на канал, приходит не заинтересованный в контенте и самом канале, и как результат он редко заглядывает туда, поэтому просмотры и цена на рекламу падают. С канала, который привлекал людей таким постом, плохо приходят на обычные каналы, зато хорошо переходят на другие загадки и всякий трэш. При этом данные загадки быстро выгорают, и чтобы приходил подписчик, нужно каждый раз придумывать или находить новые. Второй вид – читать продолжение. Ситуация та же. На такой канал будет привлекаться неактивная, никому не нужная аудитория, которая не часто будет заходить на канал. Последний, третий вид рекламы – трэш-посты. Вот мы и подобрались к тому, что ненавидят все адекватные люди. Обычно такими постами рекламируются каналы-новостники, да и любые другие трэш-каналы. Такие каналы очень плохо держат охват и аудитория, к сожалению, неактивна. Кликбейтные каналы не рассчитаны на долгосрок. Главная цель – срубить деньги здесь и сейчас, пока у тебя хорошие охваты. Запастись рекламой от букмекеров, вулканов и других рекламных обманов, ведь аудитория таких каналов на это и рассчитана. Рекламу в таких каналах можно продавать хоть по три штуки в день. Ее могут покупать другие трэшевые каналы, а вот серьезные, нормальные и адекватные не покупают рекламу в кликбейтных каналах, поскольку с них юзер хорошо приходит только на другой кликбейт, а на открытые каналы ужасно. Вот что бы хотелось сказать от себя. Я бы не рекомендовал делать кликбейтные каналы. Во-первых, просто неприятно делать и придумывать контент и рекламные посты с обманом, трэшем и чушью. Соответственно, скорее всего, от такой работы ты не будешь испытывать чувство, что делаешь что-то полезное для людей. Во-вторых, потом, когда этот канал сдуется, его будет очень сложно продать даже за копейки. Плюс ко всему, в последнее время Телеграм начал бороться с такого рода контентом, и если запостить что-то про педофилизм, как вы уже видели выше на скрине, то канал могут заблокировать. Таким образом, рынок Телеграм-каналов разделен на два лагеря – кликбейтные и открытые каналы. Открытые каналы покупают рекламу только у обычных адекватных каналов, а кликбейтные – только у других кликбейтных. Поэтому, прежде чем начать Телеграм-канал, вы должны определиться, на какой стороне – темной или белой. Если же вы все-таки выбрали белую сторону и продолжаете смотреть этот ролик, хочу напомнить, что ваша поддержка очень нужна. Подписка и включение уведомлений стимулируют создавать новый контент и выпускать полезные видео для вас. Сейчас Телеграм работает с новой силой, поэтому чем раньше вы сюда зайдете, тем больше прибыли получите. Вот почему выгодно начать что-то делать в Телеграме. Прошло уже больше года с блокировки Телеграм в Российской Федерации. Люди поняли, что он как работал, так и будет работать. Также происходит отток аудиторий из ВК. Соцсеть даже запретила давать ссылки на Телеграм, так как не выдерживает конкуренцию. Телеграм все больше популяризируется в Украине и странах СНГ. После блокировки Mail.ru, ВК и Яндекса огромный пласт украинцев перешли в Телеграм. Также Мессенджер набирает обороты в Белоруссии, Казахстане и других русскоговорящих странах. Собственно аудитория Телеграм в русском сегменте сейчас огромная как никогда, а хороших и качественных каналов реально не хватает. В Мессенджере очень много мертвых старых Телеграм-каналов, у которых много подписчиков, а просмотров очень мало. Либо они накручены или же аудитория канала выжжена рекламой и на нее мало кто подписывается. Сейчас создать крупный Телеграм-канал гораздо легче, чем раньше. Давайте разберемся, какие шаги нужно предпринять для этого. Прежде всего подробно изучите уже имеющиеся каналы на ТГ-стате. Тематика не должна быть слишком узкой, важно чтобы вы сразу проанализировали потенциальных покупателей рекламы. Например, можно увидеть, что практически не развиваются кулинарные каналы, значит они не купят у вас рекламу и канал с такой тематикой создавать не нужно. Не советую создавать каналы про музыку и эротику. Если создавать новостной, будет дорогой подписчик или же придется рекламироваться постами про панина и педофилизм, что не круто. Бизнес-тематику тоже не рекомендую. Подписчик будет очень дорогой, так как в бизнес-тематике самая дорогая реклама. При этом сами рекламу вы будете продавать не часто, так как читатели бизнес-каналов не очень ее любят. В общем, много не заработаешь, а денег потратишь достаточно. Бизнес-тематику имеет смысл создавать только если вы знаете внешний способ монетизации, то есть не через рекламу. Это может быть продажа курсов, каких-то встреч, бизнес-идей и тому подобное. Юмор тоже не стоит. В Телеграме юмор не заходит. Политику новичку сложно потянуть. Не советую. Развлекательный канал с гиф-анимациями тоже не самая лучшая идея, хотя канал Ретранслязер отличный пример успеха, но он один в своем роде. Я бы обратил ваше внимание в сторону образовательных, научно-популярных тематик, авторские блоги на какую-либо тему. Все, что приносит хоть какую-то пользу людям. Тема должна быть узнаваемой и понятной. Следующим шагом будет название и аватар. Не стоит сильно заморачиваться об этом. Это не самое важное. Как хотите, так и называйте. Это мало на что влияет. Например, один из крупнейших политических каналов называется футляр от виолончели или бойлерная. И это уже определенная их фишка. Не стоит копировать паблики из ВК. С этого ничего не выйдет. Лучше всего создать канал про то, в чем вы действительно хорошо разбираетесь. А если вы будете писать об этом от первого лица, это еще лучше. Через Телеграм прекрасно идут продажи абсолютно всего. Если вы можете продавать какую-либо услугу, то скорее создавайте канал на эту тему. Например, канал Тайны сознания ведет психотерапевт и через него она продает свои услуги – психологические марафоны в Телеграм. Продажи идут замечательно, поэтому обязательно продумайте, какие еще варианты монетизации вы можете использовать. Аудитория в Телеграм очень лояльна к автору канала, который она читает. В мессенджере все еще свободный рынок и много свободных ниш. Только не создавайте то же самое, что и все. Исторические картинки, интересные факты, сливы, удаленка, скидки – это то, что уже занято и это создавать точно не стоит. По выборе тематики смотрите, чтобы через несколько месяцев у вас не кончился контент. Поэтому за слишком сложные темы не беритесь, если не уверены, что сможете создавать контент долгий период времени. Следующая остановка – контент. В начале его нужно научиться делать самому. Тут советов нет. Главное, чтобы вам самому нравилось и чтобы именно вам было интересно. Представь, что ты бы сам стал читать такой канал. В Телеграме практически нет авторского права, так что контент можно брать или заимствовать абсолютно откуда угодно. И никто тебя не накажет или забанит. Главное, чтобы он был качественный. Найти такой контент тоже не так легко. Это и есть настоящая работа. Существует вариант делать канал с кем-то. Найти человека, который умеет очень круто писать или который может создавать что-то интересное. А ты, например, будешь заниматься продвижением и продажей рекламы. Это тоже работает. После того, как вы создали канал, выбрали тематику, научились делать контент, вам предстоит самое важное, а именно создать рекламный пост. Этому стоит посвятить наибольшее количество времени, внимания и креатива. Чем больше будет твой рекламный пост, тем дешевле будет подписчик, тем быстрее ты вырастешь, окупишься и начнешь зарабатывать. Главная характеристика рекламного поста – после его прочтения человек должен захотеть подписаться на канал. Делай такой пост, чтобы тебе самому захотелось подписаться на свой же канал. Рекламные посты бывают абсолютно разные, можно использовать картинки, гифки или просто текст. Затем рекламный пост нужно протестировать, то есть понять насколько он эффективен. Для этого необходимо купить несколько недорогих реклам в небольших каналах. Если подписчик пришел не дороже 10-12 рублей, это значит пост удался и можно закупать рекламу. В идеале, подписчик должен приходить не дороже 10-12 рублей, в таком случае вы 100% окупитесь и заработаете. То есть, купив рекламу за 1000 рублей, вы получите 100 подписчиков. Для разных тематик разные цены, но золотой стандарт – это 10 рублей за подписчика. Нужно стараться делать именно таким образом. Для более дорогих тематик, например бизнес или частные блоги, нормальная цена за одного подписчика варьируется от 20 до 30 рублей. Где же и как покупать рекламу? Нужно понимать, где сидит ваша аудитория и покупать рекламу в схожих каналах. Хороший рекламный пост зайдет почти везде. Цена рекламы в познавательной тематике примерно 300-350 рублей за 1000 просмотров. Старайтесь избегать каналы, которые привлекли аудиторию через кликбейтные посты. Обязательно анализируйте телеграм-каналы в телеметре. Оттуда можно получать информацию об изменении количества подписчиков, активности и охвате. В целом, правильность выбора телеграм-каналов для закупки рекламы приходит с опытом. Есть много каналов с накрученными подписчиками, но их, как правило, видно сразу. Обязательно торгуйтесь, вежливо общайтесь, заводите хорошие отношения. Адекватность везде только приветствуется. В телеграме стопроцентная предоплата. Сначала оплачиваете, а потом выходит реклама. У многих новичков возникает вопрос, не обманут ли меня? Нет, никто этого не сделает. Если администратор указан в описании канала, то беспокоиться не о чем. И последнее, продажи рекламы. Вот тут мы уже зарабатываем деньги. Рекламу продавайте сразу. Чем раньше начнете это делать, тем раньше получите свои предложения обратно. Тем больше денег будет на следующую рекламу. Обычно за покупкой рекламы обращаются, когда на канале есть хотя бы 10 тысяч подписчиков. Но в любом случае не ждите, что вам напишут клиенты. Предлагайте администраторам рекламу сами. Пишите, общайтесь, дружите и продавайте рекламу. Прямо в лицо никогда не продавайте, могут забанить. Ищите обходные пути. Даже администраторы самых крупных каналов предлагают рекламу сами. Как видите, создать канал в Телеграме это прежде всего интересно. Насколько сложно, все зависит только от твоих сил. Вот какие советы я могу дать. Используйте телеметр для анализа каналов. Если у тебя проблемы с идеей или контентом, то стоит найти друга или человека с таким же энтузиазмом, у которого это будет хорошо получаться. А ты будешь заниматься продвижением и рекламой. Если канал не зашел, переделывай его, меняй тематику. За смену тематики никто не заблокирует, как ВКонтакте. Если тебе пишут насчет рекламы, обязательно сохрани этот контакт. Если вдруг у тебя будет свободное место для рекламы, именно таким контактом его можно точно продать. Если рекламу не купили и есть свободное место, предложи кому-нибудь сделать взаимопиар или взаимопиар с доплатой. И напоследок несколько слов о том, сколько по итогу можешь заработать ты после того, как безусловно опробуешь и выполнишь все вышеописанные действия. Факторы, от которых зависит заработок таковы. Тематика канала, количество подписчиков и как умело вы можете продавать. Какое количество подписчиков будет зависеть от того, сколько вы можете вложить денег для раскрутки канала. Стоит также отметить, что это длительный процесс. Не все будет сразу. Многое зависит от вашего продукта, сколько у вас сотрудников, которые занимаются контентом. Важно понимать, что можно вложить деньги в рекламу и тому подобное. Но если тема не интересная, слабо пишется и создается материал, никакая реклама не спасет. Канал на 10 тысяч подписчиков может приносить доход в 20-30 тысяч рублей в месяц и даже выше. Все зависит от вышеупомянутых факторов. В Телеграме есть каналы, которые сейчас зарабатывают полмиллиона-миллион рублей в месяц. Да, это возможно. Они успешно развились и, что самое главное, продолжают это делать. Это полноценный бизнес, который подразумевает под собой вложения, рекламу и упорный труд. Обратите внимание на вышесказанное в этом видео и я уверен, у вас все получится. Хотелось бы узнать, насколько полезным и интересным оказался данный ролик для тебя? Оставляй свой комментарий, а также ставь лайк этому видео, если вдохновился создать свой канал. На этом у меня все. Спасибо за просмотр! Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь на волне тренда! Субтитры сделал DimaTorzok